Я думаю, никому ничего не интересно. Это паста. Всем интересно, что будет. Друзья, сейчас покажу, какая красота получилась. Макарики еще не варил. Получилось вот такой... Ой, запотело, запотело. Получился вот такой прикол. Значит, очень вкусно. Так, друзья, всем привет. И сегодня мы будем готовить мидии. Мидии, да, такая тема, как бы, ну, достаточно у меня любимая. Я люблю морепродукты. Короче, что нам надо, друзья? По-быстрому надо снимать, потому что не хочу тут размусоливать. Морковка. Берем морковку. Чесночка чуть-чуть. Перец красный. Перец желтый. Лучок. Так, друзья, понадобится еще немножко нам шампиньонов. Ну и будем сейчас это все дело, короче, нарезать. И пока я нарезаю, ну, немножко поговорим. Ну, друзья, сегодня, знаете, так у нас вообще интересная такая движуха. О чем я хочу поделиться с вами? Ну, вообще, о нашем менталитете. О нашем менталитете с раном. Понятно, где мы живем. Я живу в Беларуси, в Минске. Если вы смотрите в другом регионе, ну, welcome to сюды, как говорится. Ну и что? Значит, как правило, у меня проблемы со сном. И когда я... У меня очень какой-то такой достаточно насыщенный день. Могу даже полунатить. Ну, суть не в этом. Суть в том, что достаточно яркие всегда будни. Ну, и я могу вам сказать, что работая в этой чудесной сфере фитнес-тренерства, да, могу фитнесом, могу вам сказать, что вообще, в принципе, наш народ этот белорусский, ну, с одной стороны, и бедный, а с другой стороны, несчастный. Так интересно, да, уже? Значит, что могу вам рассказать, друзья, про этот вот наш интересненький народик, да? Да, то, что, вот, например, у меня ментальность вообще не белорусская, да? То есть, я себя чувствую вообще не белорусом. А знаете почему? Потому что у нас даже исторически так сложилось. Кстати, можно уже врубать сковородку, разогреваться. И что скажу про наш этот народ бедный, да, исторически так сложилось, что все время его, блин, бьют, все время его там терзают. Вторая Великая Отечественная война. То они с поляками, то они с Речей Посполитой. В общем, ну и что? И думаете, на характерах людей это не отразилось? Отразилось у нас везде кругом терпилы. Мои дорогие коллеги, либо друзья, если вы смотрите это видео, вы ни в коем случае на личный счет не принимаете. Это я вам в общем говорю, ни о ком, да? Но, друзья, многие мотиваторы, вообще ребята серьезные какие-то по жизни. Кстати, сейчас оливковое масло будем использовать для жарки. Я использую оливковое масло, стараюсь подсолнечное не использовать. Короче, вот у нас, к сожалению, все мотиваторы говорят, типа, измени там свое окружение, и все будет ништяк, да? Так вот, я, ребята, смогу сказать, что вот мое окружение его нет. Знаете почему? Потому что у меня реально нету достойных кандидатов. Я не говорю, что я там такой офигенский, да? Ну, реально нету там достойных кандидатов для того, чтобы, кстати, взял вот венца чуть-чуть себе бедненького сегодня, да? Ну, вот шампики, макароны будут, да? Отварим мы, конечно же, еще, да? Вот, и не абсолютно в моем окружении людей, по крайней мере, вот в рабочей обстановке, у меня есть столько клиентов классных, ребят, позитивных вообще, которые мыслят супер. Но, к сожалению, я с ними только общаюсь вот только, ну, когда они ко мне на тренировки приходят. А хотелось бы, конечно же, и больше с ними общаться, потому что есть очень много девушек, ребят, которые действительно, ну, вот мыслят вообще классно. Прямо я, прямо, ну, вот завидую им, да? То есть, и вот это вот должно быть такое окружение. И мне говорят, Саш, ты хочу, у тебя нет друзей там, да, знакомых? Ну, знакомые есть, конечно же. Ребят, да потому что не хочу я, блин, время тратить на людей, которые реально унылые, которые, ну, вот терпят все, да? Вот я вам хочу рассказать одну недавно такую историю со мной приключилась. Да, сейчас лучок нарезаю, кстати. Лучок, морковка сейчас была, сейчас лучок. Значит, была такая история, да? Ну, в общем, так получилось, что мне либо терпеть на профессиональной деятельности, либо сказать нет. Ну, и, в общем, я даже сказал себе нет, потому что, ну, зачем мне, как бы, лишние какие-то, истязать себя какими-то приколами и терпеть. Но я услышал на этот вопрос у своих там ребят, с которыми я работаю. Ребята, почему вы, как бы, ну, терпите, да? Мне сказали, Александр, знаете, ну, время такое, что надо потерпеть немножко. Ну, вот отсюда и складывается эта вся барбитура, да? Ну, зато, когда эти, так называемые, терпилы терпят, а ты, независимо от того, что ты в другом статусе находишься, как они, не терпила, и тебе вообще, в принципе, ну, сложнее двигаться, да? То, конечно же, ты в их глазах превращаешься в такого типа революционера. И они всеми крючками, канатиками, веревочками, они тебя тянут, друзья, назад. Так, лучок нарезали, значит, сейчас закидываем лучок. Пускай это все обжаривается. Вообще классно. Вот, короче, так что окружение, оно реально играет роль. Оно играет роль, так, сейчас немножко мы посмотрим, что происходит. Значит, моя кухня, все очень просто. Вот, обжаривается лучок, значит, сейчас у нас. Так, что это ерунда, как-то идет по планшетику. Сейчас переключим. Вот, и, значит, друзья, ну, я предпочитаю, как бы, лучше я буду один двигаться, да, один, и все будет хорошо, нежели я буду тут с кем-то что-то делить недельное, да? Вот, и, в общем, отсюда и ответ на вопрос, почему, как бы, у меня очень мало знакомых, друзей, и окружение очень узкое. Потому что в моем окружении люди, только те, которые двигаются, которые позитивные, которые, несмотря на какие-то неудачи, они все равно всегда продвигаются. Немножко дорежем еще морковочки, потому что маловато немножко. Они всегда продвигаются. Поэтому я, и у меня мало людей в окружении моем. Но зато у меня один человек в моем окружении, как и я, стою целых десяти. А это вот терпение, терпи, терпи. Я же не говорю про терпение, проявите patient, да? Терпение, нет. Я говорю про тех, которым гайки закручивают, которых унижают, по шапке дают, да, белорусы. Они все терпят. Но, в принципе, не хотелось бы затрагивать даже тему эту политическую, да? Ну, у нас-то почему сейчас ничего не меняется, не поменяется? Это потому что и люди такие. Да, я про молодежь не говорю. Там ребята вообще хорошие. Я, кстати, знаком с очень классными ребятами, которые даже пострадали. Блин, и лежат глаза вообще, блядь, я-то не могу. Пострадали, к сожалению. Вот, и, кстати, Валера, привет. Передаю тебе пламенный. Вот, ну, не суть. Вот, значит, и они все-все терпят всю жизнь, и в итоге ничего у них не получается построить. Я не хочу так. Я лучше буду ни хера не зарабатывать, копейки зарабатывать, но только я буду делать свое любимое дело, никому не буду должным, никогда не буду ни перед кем кланяться. Ну, я не хочу просто сейчас описывать ситуацию, на самом деле, описывать ситуацию, что там происходит, да, друзья. Так, кстати, сейчас берем чеснок, да, чеснок. Свежесть, чеснок на собственном огороде выращен. Спасибо, родители мои огромные. И через чеснок, через эту штуку сейчас мы завалим его. Тоже обжарить нужно будет. Вот, я не хочу терпеть. Я лучше буду зарабатывать мало, но буду ни перед кем, не буду ни перед кем унижаться, просить что-то. Вот, я уверен, что в моей личной жизни появится та девушка, которая даже на безденеже меня поддержит. Но прогибаться я не намерен. Я буду лучше не в топе, но буду сам на себя. И чего, ребята, друзья, и вам желаю, потому что сейчас совсем другое время. Сейчас меняется эта вот савдеповская движуха, типа там, ой, чтоб на работе там все было хорошо. Друзья, сейчас все. Сейчас каждый рассчитывать может только на самого себя. Ни на работодателя, ни на кого, только на самого себя. Поэтому для меня это очень важно. И я двигаюсь только вперед. Только вперед. Значит, сейчас немножко желтого перчика порежем. Значит, друзья, конечно же, я тоже сюда использую приправы. И сейчас мы все посмотрим с вами, как это все происходит. Соль и соус еще добавляю иногда. Ну, мидии, кстати, сегодня используем. И мидии я добавляю в самый последний момент. Уже вот, когда мы закончим с обжаркой этих вот ингредиентов. Так, уже достаточно их нормально, много. Так, сейчас немножко помешаем. Оливковое масло хорошо тем, что, во-первых, оно полезное. Полиненасыщенные жиры. Ну, и плюс оно очень хорошо так впитывается в продукт столько раз. Уже убедился, что нету ни вкуснее блюда. Приготовлено самому. На своей плите. Я вообще не любитель ходить ни в рестораны, ни в кафе. У меня даже много было девушек. Я, кстати, парень холостой. Если кто-то смотрит, можете обращаться. Значит, шутка. Было столько девушек, которые говорили, блин, Александр, что мы с тобой вообще? Даже не то, что Александр. Саша, Саша. Понимаете, да? Значит, никто, значит, все хотели всегда рейстики, кафешки. А я, друзья, вообще как бы не люблю эту всю тему. И у меня все по-простому получается всегда. Я люблю быть дома. Я лучше приготовлю вот что-то сам. Значит, и это все буду лицезреть и кушать. Ну, кому надо, каждый выбирает сам, что ему надо от жизни. Я выбираю такую жизнь. Мне покайфово. И ни под кого подстраиваться, я не собираюсь. Вот, друзья. Значит, немножко шампиков порезали. Порезали немного шампиков сюда. Сейчас мы все это обжариваем до сих пор. Еще можно немножко. Значит, у меня на готове будет орегано. Из приправ орегано. Кунжутное семя однозначно. И вот в эту всю массу, друзья, я еще добавлять буду немножко кетчупа. Потому что, ну, кетчуп, во-первых, там есть и соль, и перец, и сахар. И все это немножко скрепит, эту всю массу. И нужно будет сюда добавить еще немножко грамм 40, может быть, 50, сливочного масла обязательно. Ну, это мой совет. Уже каждый дальше смотрит по-своему. Если масла, кстати, недостаточно налито, можно немножко добавить. Ну, вот я сейчас буду добавлять сливочное масло сюда, друзья. У меня такая скромненькая кухня, не обращайте внимания. Собрались мы здесь не для этого, чтобы смотреть на мебель там и так далее. Мы собрались готовить. Ну, вот так выглядит эта вся масса, которую нужно обжарить сейчас. Ну, вот. Сейчас мы сюда добавим немножко соевого соуса. Добавим немножко соевого соуса. Сейчас пойдем посмотрим, есть ли у нас соевый соус. Должен быть. На улице сейчас отлично вообще. Так, и фурточку откроем немножко. Так, вот, да. Кстати, вот можно пивка немножко, корона экстра, взять, выпить. Я, друзья, хоть и зожник, но я вообще не то, что нету крайности у меня. То есть и тренируемся, и тренируемся, друзья, и пивка можем попить. То есть, ну, зачем как бы живем один раз, и не надо там строить себя какого-то там прямо такого уже зожника, который там не пьет, не курит и здоровеньким помрет. Ну, если хочется, ну, пивка, бокальчик. Ничего с этим не станет. Я сегодня и пивком уже, да, там, 0,33, и два бокальчика венца сделаю себе. Не вижу в этом ничего плохого абсолютно. Так, добавим немножко сейчас соевого соуса в эту всю движуху. Да. Все-таки подольем еще немножко оливкового масла. Решил подлить немножко оливкового масла. Ну, вот так, здоровски подлили оливкового масла. Все должно быть в меру, хочется пивка попить. Ну, вот сейчас мы это и сделаем. Да, чем бы открыть бы еще. Сейчас будем искать, чем открыть. Это ложечка есть. Сейчас, друзья, пивка откроем. О, мощно получилось. Сейчас замечательно. В общем, друзья, за ваше здоровье, пока обжариваются ингредиенты, выпьем немножко, это не реклама, пивка. Ой, вкусненькая. В общем, нормально. Пока готовится, мы вот пройдемся по пиву. Значит, уже практически обжарилось это все дело. Ну вот, оливковое масло пошло уже. Ой, не люблю, когда грязь, поэтому всегда сразу убираю это дело. Ну вот, друзья. Значит, не знаю, у меня морепродукты лучше всего получается готовить и креветки, и мидии. Я мясо, свинину, говядину я вообще не перевариваю, не могу есть. Ну вот, не курицу плохо переношу, да. Так, сейчас мы будем брать немножко кетчупа, друзья. Возьмем кетчупа. Так, что-то у нас по планшетику идет, там мотиваха какая-то от Артема Голгина. Так, возьмем немножко кетчупа. Да, вот так, это не то. Вот, написано курица с карри, но так как карри есть, мы завалим сюда сейчас эту тему. Как раз уже мидии немножко, мидии кетчупа немного совсем, друзья. Чтоб скрепилась эта вся масса. Вот, мидии почти уж разморозились. Они получились, я купил уже вареные. Сейчас только их нужно будет обжарить. Да, кстати, холодос холостяка, яйца, творог, короче, там сыр, блин. Короче, что, готовить себе не надо. Ну, у меня, видите, получилась даже небольшая уже экскурсия по моим пенатам. Да, надо подрезать немножко, кстати, еще пивка немножко. Корона. Корона, кстати, такое неплохое пивко. Вот. Корона вообще неплохое пивко. Он спонсор нашего сегодняшнего приготовления пищи. Ну, друзья, понятное дело, что еще нужно будет сегодня сюда закинуть и макароны сварить. Спагетти, да? И вы увидите, что это. Блин, ютуб, кстати, вообще стало невозможно смотреть, что там. Ну, постоянные рекламы там, постоянная какая-то движуха. То есть, минуту смотришь, минуту, минуту реклама. Ну, ладно. Я надеюсь, что ютуб меня в дальнейшем кормить будет, но не знаю, в общем. Ну, вот так вот. Смотрите, как это получается у нас. Сейчас возьмем камеру. Ну, вот такая вот тема получается уже. Уже вот кетчуп немножко все это, значит, скрепил. Так, сейчас надо нам, друзья, сделать, посмотреть, что у нас есть по приправам. Значит, розмарин работает сюда. Дальше имбирь не трогаем. Орегано я обещал. Вот орегано. Так. Так, кари немножко. Так, с кари немножко возьмем. Я не люблю сильно соленую пищу. Я не люблю сильно соленую пищу, поэтому будем ограничиваться солью. Так, немножко кари. Много не надо, друзья, потому что слишком будет пряно. Так. Орегано. Новая пачка. Сейчас откроем. Эх, блядь, надо ножницы. Хорошо. Орегано сушеный. Вообще, это подходит идеально для итальянских блюд, в том числе и морским продуктам. Вот. Сейчас мы немножко розмарина. Немножко совсем. Вот красота получается, друзья. Мои хорошие, дорогие друзья, кто смотрит сейчас, спасибо, что не переключились. Потому что это очень для меня важно. Я стараюсь развивать свой YouTube-канал, но получается это медленно. Вот. Вот такая вот получается у нас интересная смесь, друзья. Моё любимое блюдо. Какой запах вам просто не передать словами. Запах просто бомба, мои дорогие друзья. Хорошо. Так, ну сейчас нужно подождать немножко, пока это всё дело, пока это всё дело, пока это всё дело сейчас жарится. Мы немножко подождём, поперемешиваем. Да. Хорошо. Легкое масло практически всё впиталось. Это можно всё вот так сейчас сделать на одну сторону. Да. Потому что сейчас будем добавлять уже мидии. Хорошо. Замечательно просто. Замечательно. Так, оставшиеся шампиньоны пока поставим в холодильник. Друзья, ну вот сейчас вывалил все мидии, да? Но не надо бояться, что их слишком много, потому что они всё меньше и меньше станут, потому что обжарятся. Огня нужно дать немножко больше. Сейчас они пустят ещё воду и всё это такое превратится в такую массу, да? Но не допускать надо, чтобы они тушились. Надо их жарить. Ну вот ждём, пока сейчас огонь. Огонь сейчас разгорится. Будем ждать. Ну вот так вот, друзья, и проходит эта суббота. Я обожаю время дома в субботу. Клиенты пишут, кстати. Прошу прощения. Ну вот, друзья. Ну я люблю очень кофе. Всегда пью кофе. У меня вот есть кофемашина для лонжа. Обалдею от неё вообще. Так, ждёт у нас ещё винцо сегодня. Вот. Ну в общем, вот таким вот образом ждём, пока будут обжариваться мидии. Надеюсь, что будет вкусно. Вот они уже пустили водичку, потому что они заразок были, к сожалению, замороженные. Ну будем вот ждать, что будет дальше. Друзья, не переключаемся. Кстати, я ещё добавлю чуть-чуть соевого соуса, потому что я не использую соль. А в своём соусе, как мы знаем, соли дофига. Поэтому мне и заменяет соль. Вот. Вот такие вот дела. Значит, и оставшимся этапом будет просто сварить спагетти. И сделать пасту. Вот и всё. Я уже не буду заморачиваться, там концовочку показывать. Хотя нет, заморочусь и покажу. Причём, мы зря снимаем, что ли тут. Ну, друзья, за ваше здоровье. Сегодня хорошо потренировались. Можно и 0,33 пивка выпить. Тем более сегодня суббота. Надо отдыхать, балдеть. Я, поверьте, работаю очень много. Завтра, кстати, тоже буду работать. Это будет воскресенье. То есть у меня весь день, вся неделя без выходных. Я могу себе позволить немножко и расслабиться. Вот. Ещё не концовочка, друзья. Не прощаемся. Сейчас покажу, что будет дальше. Друзья, сейчас покажу, какая красота получилась. Макарики ещё не варил. Получилось вот такой... Ой, запотело. Запотело. Получился вот такой прикол. Замечательно. Ну, и сейчас уже будем готовиться к приему пищи. Пока ещё не варил макароны, но ничего страшного. Они варятся буквально 5-7 минут аль денте, и всё, и погнал. Уже приготовил пасту. Будет вот такая паста. Но никому ничего не интересно. Это паста. Всем интересно, что будет дальше. Вот. Поэтому потихонечку готовимся к ужину. Всем хороших выходных, друзья. С вами был, как всегда, Александр Слаута. Увидимся завтра. Завтра воскресенье. Всех жду на своей тренировке, кто у меня записан. Не забиваем. И не забываем. Всех обнял. Продолжение следует...